Будем петь? Да, слава Богу! Да, у нас начинается курс История Восточной Цепки Но начнем мы с пения Это Мартин Лютер Великий немецкий реформатор Он говорил Он сам любил петь И сочинял много очень песен интересных Таких духовно-христианских гимнов Некоторые до сих пор поют, кстати Вот, и он Говаривал так, что для дьявола Ничего страшнее нет, чем поющий христианин Ну там, в контексте Его хруппы имел в виду Воспевающий Богу, воспевающий Господа Христианин Так что Что-то не хочет Ладно Пусть братья не обижаются Объясню ситуацию Я старался Я сделал все, что Мы свидетели Я постарался Да Ну на YouTube-то выложу Пусть смотрят записи Да А молитва за Украину Это гимн очень такой трогательный Очень глубокий И Я сам россиянин И родился и вырос в России Но Украина стала моей второй родиной И Знаете Я очень полюбил многие гимны Многие очень песни Украинской мовы И вот Но этот, конечно Особенный гимн Во всех отношениях Пусть это будет Из нашего сердца Молитвой сегодня Давайте встанем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 История Восточной Церкви История Восточной Церкви И главным образом на этом курсе я хочу раскрыть историю православия, православных восточных церквей Также это касается и греко-католической церкви, потому что это католики с хидного обряда, восточного обряда католики А также эта тема очень важна и касательно истории протестантских течений, церквей протестантских в наших странах Почему? Потому что верующие протестанты здесь, вы в частности, в большинстве своем выходцы с православной среды И формировано наше мышление именно в православном, как раз восточном таком мировоззрении, культуре Поэтому этот курс очень важен, особенно для миссионеров, для служителей, которые несут Евангелие в тех странах, вот как Украина Где православие является культурообразующей И я сам являюсь православным священнослужителем, церковнослужителем, священнослужителем Уже больше 30 лет несу служение С 1987 года, де факто, а де юре, с начала 1988 года Мой трудовой стаж, вначале это была русская православная церковь, московского патриархата До 1996 года был священником и иреем, настоятелем храма В Рязанской области, потом в Брянской области И в 1996 году я по идейным соображениям вышел из традиционной православной церкви Стал реформатором, обновленцем И вот до сего дня несу служение такое, именно реформаторское, евангельское, такое православное служение И имея опыт общения с разными православными, древнеправославными церквями До халкидонскими, старыми церквями, старобрядцами И в Австралии, и на Аляске общался неоднократно со старобрядцами И в Сибири Проехал всю Сибирь матушку неоднократно Туда и сюда, вдоль и поперек, и Дальний Восток И общался тоже со старобрядческими верующими То есть историю в Восточной церкви я знаю как и в теории, так и в практике Даже больше, наверное, в практике Потому что общался и общаюсь с очень разными православными и древнеправославными верующими и священнослужителями Слава Богу! И, друзья мои, конечно, сразу сделаю вначале такое замечание Что, говоря об истории Восточной церкви, я ни в коем разе не отделяю православие, допустим, от всего христианства От всей истории мировой церкви Божьей Потому что церковь Христова, она одна Церковь Христова Есть мировая общая история христианства Это моя любимая тема вообще, история христианства Моя любимая тема, тем более что Да, телефон, пожалуйста, беззвучный сделайте Вот, не забудьте Как Равин тут молился в Израиле Там, благословен Бог наш А, говорит, достаньте, давайте достанем телефоны Я тоже достал, мало ли Там ничему не удивишься Там все чудо вообще И Равин говорил Ну, наш русский еврей Говорит, значит, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь И повелевший ее отключать во время служения И нажали А там, собственно, бабушки у него Поэтому Благословите Да, и молитва подействовала Да, поэтому Хорошая молитва И История Дамы и господа Да, братья и сестры Сама история христианства Мировая история церкви Это действительно Божье чудо Это История Божьего Храма Сегодня, как раз На молитве, да, пастор сказал О том, что это Дом Божий Да, Дом Божий Действительно, Дом Божий Это мы с вами Это верующие И история церкви Это история Третьего храма В Ветхом Завете мы читаем О передвижном храме Да, переносном таком, да, значит О Скинии Потом мы читаем о первом храме Потом по грехам нашим Этот храм был разрушен Затем история второго храма Мы так называем эту Уже историю второго храма Возрождение, восстановление Покаяние И постепенное восстановление Этого храма Божьего И История второго храма Она была действительно превосходной Потому что Сам Машех Посетил этот храм Да, и Христос, пришедший в этот мир Он говорил о этом храме Но, к сожалению Да, мы знаем Трагедию этого храма Потому что Машех сказал Что этот храм Он будет разрушен И Опять-таки По грехам Человеческим И Этот храм действительно Был разрушен Иисус Ишуа Он сказал об этом В 30-м году Нашей эры Его пророчество о храме Звучало Но Уже через 40 лет В 70-м году Нашей эры Храм Тот Второй Храм был разрушен И он разрушен был так Что действительно Как сказал Наш Ях Христос Камни на камне Не осталось Все было разрушено До основания Но Дамы и господа Братья и сестры Мы имеем Даже В такие Говоря о таких трагедиях Мы имеем Великое утешение В том наше утешение Что мы живем В эпоху Третьего храма Он начал строиться Тогда Когда еще Внешне Тот второй храм Существовал Этот храм Божий Апостол Павел Писал Коринфянам Знаменитые Вот по экклезиологии Я говорил как раз Это текст из Писания Я очень люблю этот текст Первый Коринфянам Послание его 3.11 Он говорит Что никто не может Положить другого основания Кроме положенного Которого Иисус Христос А в 16 стихе Он говорит Восхитительное Такое послание Любви Божьей Что разве не знаете Что вы Храм Божий И Дух Божий Живет вас То есть Храм Божий Тот каменный Еще стоял Он существовал Хотя уже приговор Был свыше Небес произнесен Но Стал созидаться Иной храм На основании Апостолов Пророков И микроигольным Камнем Самого Иисуса Христа И весь этот храм Святой в Господе Куполом его Завершением его Главой его Является Сам Машиах Сам Христос И весь этот храм Дом Божий Он назван Телом Христа Телом Машиаха Где каждый из нас Как живой Вот камешек Да Живой камень Как клеточка В этом огромнейшем Многоклеточном организме Тела Машиаха Слава Богу Это прекрасное строительство Продолжается Ну правда Эта стройка Тысячелетий Она временами Замирала Да Мы знаем из истории Временами она снова Возобновлялась Были периоды Деформации Были периоды Реформации Пять столетий назад По милости Господней Началась эпоха Великой Реформации Закончилась эпоха Многовековая эпоха Великой Деформации Деградации Церкви Божьей Храма Божьего Началась эпоха Великой Реформации То есть восстановление Покаяние Исправление Реформация Это возрождение Это воскресение Это действительно Ну как Если в этом мире говорят Обычная реформация Это что-то новое Да То есть или невиданное Неслыханное То на самом деле Даже по самому слову Мы видим Реформация Это на самом деле Восстановление того Что было изначально дано нам Возвращение к истокам К основаниям Реформация Мы живем с вами В эту эпоху Говоря о мировой Церкви Всей Церкви Надо сказать пару слов Обязательно На первом уроке Обязательно Потому что Вся картина Что была перед нами Рождение Церкви Христа Оно было предсказано В пророках Оно было предсказано Многожды И конечно же Самое потрясающее Происходило В земной жизни Христа С момента Рождения Христа На этой земле Мне очень нравится Как в украинских Песнях народных Прославляется Рождество Христова Потрясающие песни Вот эти Многие из них Они очень Имеют глубокий Такой Богословский Такой посыл Вот это Знаменитая Слово Очее Слово Очее Взяло Нася Цело В темностях Земных В темностях Земных Солнце Засвятило Христос Родився Бог Воплотився Анголи Спевают Царя Витают Поклин Витают Пастри Играют Чудо Чудо Повидают Слушайте Это целая Богословская школа В одном лишь Куплете Это Я восхищен Я Вообще Знакомство с Украиной Для себя В 97 году Как раз начал Именно с этих песен Приехал Во Львов Мой первый город Который я посетил В Украине Это город Миста Лева Город Льва Да Покойный уже Любомир Гузер Пригласил меня Я гостил у него Две недели И он стал тем человеком Который для меня Открыл Украину Вообще Я очень рад Знаете ли Потому что бывает Знакомство с разными странами Начинается с неправильных людей Как бы И впечатление Эмпрессио Вот это Портится Вот Такое бывает тоже К сожалению Но А бывает Когда правильным человеком Ты начинаешь смотреть На его страну На народ его И вот Тем человеком Который для меня Открыл Ну Приоткрыл первым Это был Сергий Ушгаик В Минске Он сам полик Да Но Очень любит Украину Вот И через него Я познакомился Впервые Как раз Вот именно С украинской культурой Значит Да Поляк открыл мне Немного Украинскую культуру В Минске Это было Вот По его Протекции Я приехал Во Львов К Любомиру Гузеру И вот Гостил у него Две недели Я Этому уже Тогда уже Пожилому человеку Не давал покоя К сожалению Может быть К счастью Не знаю Но Вопросами Своими Расспросами Вот Но Те две недели Для меня Стали Знать Или как Такая Новая семинария Определенная Я Очень рад Тому Что он Именно Приоткрыл Мне тогда Дверь для Украины Я влюбился В Украину Через него Через его глаза Через его Уста Через его Мудрость Одним словом Я был восхищен Всем этим И Даже сам Было чуть Грек-католиком Не стал А он такой Он вербует Очень На раз-два Вот Заслушаешься Вот Мягко стелет Вообще Ну Потом При всем уважении К Любомиру Ну Как бы Ну Свой путь Есть Определенный Как бы Да Но Вот я рад Что Вот те Песни Рождественские Песни Как раз Дело было Как раз Перед Рождеством Они для меня Стали вот таким Просто Ну На самом деле Такой большой Школой Слава Господу И Действительно С момента Рождения Христа Рождества Христова Церковь Божья Церковь Христова Третий храм Божий Он Как будто бы Своё зачатие Получил И Дальнейшее Развитие В земной жизни Христа Как будто бы Развитие В тайне В глубине В утробе Развивалась Эта церковь Еще Нося под сердцем Своим Иисус Всех нас Вынашивая Под сердцем Своим Он пророчествовал Я создам Церковь мою И врата ада Не одолеют Ее Или как в буквальном Переводе Сказано И врата ада Не устоят Перед ней Помните По экклезиологии Я говорил об этом Как раз Потрясающее пророчество И другие пророчества Он говорил Он в притчах Говорил Пророчески О церкви Своей И Это было Замечательно Это похоже Как мама Допустим Вынашивая Ребенка Под сердцем Она пророчествует На его жизнь Да И верующая Мама Всегда Конечно же Хорошие слова Говорит Тому Кого она Вынашивает Под своим сердцем Вот И Как правило Все это И многократно Умноженное Сбывается в жизни Человека Мы это видим Даже неверующие люди Порой замечают Что жизнь и смерть Действительно Во власти языка Вот Бог нас так создал В отличие от Тварей бессловесных Которая не имеет Творческого Такого начала Но Дамы и господа Рождение Церкви Божьей Рождение Третьего храма Этого Совершилось В крови В жертве Голговской Сам Ашиах Умирая на кресте Он Принес Себя Непорочного Богу Духом Святым Искупив Народ свой Искупив И даровав Спасение Всем Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Ненародного Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную То что Он Говорил Тогда Нам Изучили Израиля Это было Послание Для всех Нас Для Всего Человечества Удивительно Братья Сестры И Рождение Оно В крови В рождении Мало Красивого Я не Женщина Я не Рожал Но Моя Жена Вот Она Шесть раз Рожала У нас Шестеро Детей Бог Нам Дал Вот Слава Богу Внук Сейчас Ждем Внучку Спасибо Мы молились В прошлый раз За мою дочку За ее беременность Вот Беременность протекала Все эти месяцы Благополучно И вот сейчас Со дня на день Ждем Уже Второй раз Стану дедушкой Уже Внучку ждем Вот Так что Да Я сам В таких Волнениях Еще Не знаю Я все Думал Как-то странно Чудно Как-то говорят Что вот Внука Внучок За внучок Как-то больше переживает Думаю Ну как Наверное говорят Теперь я сам знаю Точно Наверняка Это так Да Ну наверное Поумнел Уже больше понимаешь Что такое В общем Родительство Когда сами Еще молодые Рожаем Как бы Особенно Как бы Так Ну как Да Жалко было Тоже детей Но как-то Не так Меньше понимания Больше понимаешь Больше Как бы Переживаешь Да Ой Ладно И Знаете Иисус Родил всех нас И каждый Из нас Даже если Спустя Там Два тысячелетия Да Мы родились Свыше То Своё духовное Возрождение Мы связываем Именно с Голговскими Страданиями Христа С его кровью Драгоценной Мы понимаем Мы понимаем Что Момент Рождения Состоялся Там Хотя Два тысячелетия Но Дамы и господа Бог Он Вне Времени Он И во Времени Конечно Проявляет Себя Но он Выше Он выше Относится Ко времени Он Как и к нам Как к своему Творению Как художник К своему Произведению Время Прекрасно Хотя Для Неверующих Это Порой Кажется Ужасным Как и Все остальное Но Добрым Людям На здоровье Знаете Что Неверующим Не на пользу А верующим Все на пользу Все на добро Вот И В самом Времени Бог Проявляет Себя Я знаю Что Там На кресте Господь Совершил Наше искупление И родил Свою церковь А В день Пятидесятницы Церковь Она была Явлена Миру Она была Декларирована Она была Провозглашена Она была Явлена Удивительное событие Дух Святой В тот праздник Пятидесятницы Последний праздник Пятидесятницы Ветхого Завета И уже Первого Уже Нового Завета Получается Потому что Это день Дарования Торы Мы знаем День Когда Шевуот 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 Недели Это праздник Когда После выхода Нашего из рабства Бог Дал нам Что? Слово свое Да? У горы Он признал нас Своим народом И это Произошло Бога Установление Как бы И некогда Народ Ныне Народ Его Да Тоже Назывались Народом Но по сути Рождены Рождены Как народ Из Евреев И неевреев Все кто Откликнулся На Божий Зов На Божье Приглашение Кто вышел Из Египта Потому что Примерно Треть Евреев Так и не пошло Из Египта К сожалению За Моисеем Не поверили Моисею Большинство Равинов Так Говорят По сей час Вот Есть другие Мнения Старых Учителей Израильских Которые Говорили Что Наоборот Даже Две трети Не вышло Евреев Остались Там Лишь треть Вышло Вот Но В основном Как сейчас В Ешивах Учит Мнение Большинства Равинов Сегодня Что Треть Евреев Так и осталось В Египте Это считалось Преданием Еврейским Но В 19 И 20 Веках Это стало Историческим Фактом Потому Что Археология Полностью Подтвердила Это предание Нашли Следы Массово Огромного Еврейского Присутствия И после Времени Великого Исхода То есть Это однозначно Доказывало Что Далеко Не все Евреи Потомки Авраама Исаака Израиля По плоти Были Детьми Авраама По духу Далеко Не все Вот Но Не беда Знаете ли Беда Да и не совсем Беда Потому что За место Отпадших Природных Ветвей Неверием Бог Совершил Великий Геюрх В то время Привил С разных Ветвей Диких Разных Народов Потому что В Египте Проживало Очень много Разных Народов В то время Это был Центр Цивилизации Туда Там Там Можно было Найти Представителей Очень разных Народов Даже Китайских Народов Представители Там Проживали Представляете То есть С разных Территорий Приходили туда Люди Потому что Там Рынки Там Деньги Там Экономика Там все Как в древности Вавилония То В те Века Время Исхода Центром Цивилизации Был Египет Они Горделиво Себя Называли Царством Света Но В глазах Всемогущего Это было Царство Тьмы Да Митраим Это Очень Тесное Место Это Место Стеснения Место Тьмы Еврейский Язык Иврит Как раз Он очень Четко Передает Это В нашем Произношении Египет Это просто Слово Оно Ничего Не Значен В еврейском Это слово Означающее Тесное Ужасное Состояние Как будто бы Это каземат Тюрьма Где ты Задыхаешься Вот Очень Интересно Поэтому я вас Просто И вам по хорошему Завидую Вот Значит И вас Стимулирую Потому что Следующий курс Вы Были Очень Внимательно Иврит Ну Как бы Всем нам Это на пользу И знаете Друзья Тем более Если в рай Собирайтесь Пригодится Шутка Ну в каждой Шутки Да Значит Ну да Ты как там Во Львове Крыевка была Значит там Москалие А я Растерялся Не Титки Жены Проходят Проходят Чуть не Спалился Так Интересно Ладно Вольно Сообразил Да Смекалка Не подвела Вот Значит И Знаете Интересно Что В мировой Истории Церкви Да Мы видим Всякое И взлеты И падения Мы видим И промахи И победы И это то Что Иисус Говорил Опять таки В курсе По экклезиологии Я говорил об этом Притчи Иисуса Христа Говорят нам Пророчески О царстве Его О церкви Его Но Иисус Иешуа Да Он не Смотрел На свою церковь Знаете ли Через розовые очки Идеализма Нет Он смотрел Очень Трезво И учил Нас И учит Нас Через Свои Притчи Смотреть На Все Происходящее И в том числе На церковь Именно Без розовых Очков Смотреть Объективно Он говорил К примеру Что на огороде Его царства На поле Его царства Не только Хорошее Будет Расти Семя Но и Придет враг Проспят Так и Все в истории Так и получилось Реально Проспали Те кто должны Были бодрствовать Пришел враг Действительно И посеял Семена И действительно Все Выросло Так Что на этом Огороде Даже Один сорняк Как будто Простет Знаете Порой Какой-то Огород Смотришь Что Там Выше Забора Сорняки Вот Порой И такое Зрелище Представляла Из себя Церковь Божья К сожалению Иисус Говорил об этом Он говорил О том Что не Евангелие Царство Божье Не только Хорошую рыбку Достанет Знаете ли Но и Многонегодная Рыба Будет Тоже в его Неводе Он говорил Что Много Других Притч Говорил Что и Зависть Будет В его Царстве И Распри И Разногласие И много Всего Он говорил Интересного Но Самое Страшное С точки Зрели Еврейской Теологии Ну Взгляда Библейского Притча Иисуса Самая Страшная Она вроде На русском Языке Вообще Не страшно Звучит Это Женщина Взявшая Закваску И бросившая В три меры Муки Пока все Не вскисло По-русски Звучит Это даже Очень Неплохо Даже Многие Проповедники Используют Это Как прием Как пример Именно Всквашивание Царства Божьего Закваска Евангелия Этому миру Как бы Вот Можно и так Конечно Использовать Есть даже В науке Проповедования Гомиолетики Да Есть даже Такой прием От обратного Как допустим Рассказ о Вавилонской башне Он негативный Но можно Как Я даже пример Так и слышу В реальной жизни Проповедники Некоторые Особенно Вот такие Харизматичные Очень Любят Порой Так вот По лезвию Бритв Братистов Быстро Очень Вот Значит Что вот Вавилонская башня Стратительство И вот Значит И строим Мы царство божье Так же Очень слаженно Что Даже бог в шоке Ну как бы От нашей строки Шестой Радосвай Вот Значит И даже Один проповедник Сказал Я сам Просто присутствовал На этой конференции Тысячная конференция Большая Большой зал Там Очень харизматичный спикер Так что Он весь в поту В мыле и в пене И он Значит Провозглашал Так что Я сам Честно говоря Думал Стоп Что-то не то Здесь Моя теология Как бы Что даже Мы строим Царство божье И даже бог Нас не остановит Даже бог Нас не остановит Вот Это да Думаю А потом Он провозглашал Давайте мы вместе Скажем Всем местем Всем скопом Что Я немрод Мы немроды Нашего времени Стоп Немрод Это же антихрист По сути Это же про образ Думаю Нет Это Извините Я как бы Да Значит Котлеты отдельно Мухи отдельно Как бы Это Не из той Оперы песни Ну как бы То есть Можно даже Перегнуть палку Очень серьезно В этом Но если библейский Смотреть Именно еврейский Взгляд Иметь Почему важно Все-таки Оригинальные языки Изучать Очень важно Чтобы не оторваться От Все-таки Того смысла Изначального Который бог заложил В этот текст Особенно Ветхий Завет Там Перегибов Еще больше В толкованиях В объяснениях К сожалению Тем более Синодальный перевод Русский Он В большинстве Русскоязычных Используемый И я люблю Цитировать Синодальный перевод Потому что я Запомнил текст И запоминаю тексты В основном На синодальном Переводе Но Как еще В 87 году В Загорске В семинарии Я слышал От семинаристов Уже тогда Заканчивавших Семинарию Я слышал От старших Братьев Такие слова Сильнодальний Перевод Они называли Я впервые тогда услышал Думаю Надо же Стоп Но это я слышал Не в Москве Правда В Ленинграде Я приезжал в Ленинград На занятия еще Я в Москве Я учился Но в Ленинград Приезжал на занятия И за учебниками И там слышал Такое выражение Сильнодальний А там был еще Один священнослужитель Уже покойный Кстати Тоже Архимандрит Иоануар Потом он стал Архимандритом Иоануарий Отец Иоануарий Его так дразнили Отец Иоануарий Вот Значит да Но он очень грамотный Был дядька Очень грамотный И Иврит В Советском Союзе Знаете ли Ну как бы Не было таких конкурсов Кто лучший знаток Но считался Общепризнанно В СССР Лучшим знатоком Да значит И греческого Но греческий язык Это Насчет иврит Я не знаю точно Но насчет греческого Это считалось бесспорным Да значит Ему предлагали В свое время карьеру В лингвистике Значит И В Академии наук СССР Но он избрал Стизю священнослужителя И тем самым Запорол всю карьеру Лингвиста Значит Не получил за него Академика Но стал Священнослужителем Преподавателем Семинара Академии Значит И он Вот греческий текст Допустим Доносил В 90-е годы Именно под его Редакцией Да Вышел Подстрочный перевод Греческий Русский Греческий текст Очень интересная Редакция такая была Вот И как раз После его лекции Я стал понимать Что действительно Перевод Любой это есть перевод Надо все-таки По крайней мере Основные тексты И основные Вот эти термины Знать Как они звучали И плюс еще Хорошо бы знать Культуру В которой Все это существовало Самый Для меня Из греческого языка Пример Как раз От церкви Очень хорошая Иллюстрация Пример Это Вот это слово Баптизо Помните Я говорил Да Рассказывал Про огурчики Вот пример Очень хороший пример Иллюстрация Очень хорошая Потому что Баптизо Ну в современном Греческом Он более простой В сравнении Со старым На котором был написан Новый Завет В современном Греческом Баптизо Начиная еще Со средних веков И до наших дней Баптизо Значение имеет Именно окунание Погружение В смысле окунался Вот это и это Баптизо Все Но в старом Греческом До средневековья Было совершенно Другое Понимание Баптизо Баптизо Это значит Погрузиться И там и остаться Не имелось ввиду Снова встать оттуда Вылезти из воды Вот И баптизо Использовалось Для описания Чаще всего Ну кое Сельский язык Для описания Солень огурцов И других овощей Еще за 200 За 300 Даже лет До нашей эры Есть Сохранились Тексты Греческие Где как раз Вот это Баптизо Использовалось Для описания Солень огурцов И малосол Греки Баптизо Не называли То есть Который Огурец еще полежал Там немного В рассоле И он только лишь На шкурке Имеет соль А внутри Он еще не имеет соли Он еще не был Баптизским огурцом Не засолил Да Товарищ огурцы И огурчихи Не ну Вот смотрите Значит Вот огурец А ведь Библия говорит нам Нового Завета Имейте соль На шкурке Да? Лишь? Нет В себе Баптизо Значит Просолитесь Да Примите Примите Внутри себя Просолитесь Потому что Ну То есть Баптийскими огурцами Баптизо Да? В древности Называли И во времена Нового Завета Написание И после того Не одно столетие Называли именно огурцы Порошащие полностью Просолку Которая от своих Товарищей погрядки Отличается всем уже И запахом И вкусом И все Значит там Ну представьте Он растет на огородике Да? Значит Огурец себе Молодец Вот Орошается росами Все хорошо ему Да? Прекрасно И вдруг однажды Приходит хозяин И его От матери сырой земли Оторвает Для огурца это трагедия А для других огурцов Это тоже Ну как бы Был огурец? Вот пропал Какой огурец был? Пропал А куда он пропал? Из грядки Прямо в катке Солнышко Да Он попадает в другую атмосферу Совершенно Абсолютно Там Солнышко Там Его Поливают Все хорошо А здесь он Здесь и чесночок какой-то И перчик И петрушка И все Значит И соль И он плавает И там В бочке Другие там Сотоварищи Тоже просаливаются Кто-то бежит Пищит Кто-то Смирился Просто просаливается Вот Значит Но На самом-то деле Вот На самом-то деле Те, кто остались на грядке Вот их участи не завидуют Не позавидуешь Но Бог хочет Чтобы весь урожай Был в закрома Собран Бог хочет Чтобы все Огурцы Спаслись Чтобы все люди Спаслись И достигли Познания истины То есть Чтобы они Спаслись Были сорваны Не погибли Потому что для сельского жителя Самая трагедия Увидеть урожай На поле Погибшим Столько пота Столько здоровья Потрачено Всего И вот все Осталось погибать Самое страшное зрелище А для хозяина нашего Урожая Всего хозяина Господина Это Самая великая трагедия Поэтому он хочет Чтобы все было собрано Чтобы ничего Не осталось на поле Он такой дотошный Дотошнее Чем сельские Украинские жители Он полностью все Там где Господь прошел Там дьявол заплакал Потому что он все собирает Он ничего не оставляет Он все полностью собирает Он все И он хочет Чтобы полностью прошли просолку Достигли познания истины Рассуждая Прошли полностью просолку Чтобы Господь Так достал Тебя Как огурчик Потом из баночки Хрустнул Ох Хороший огурец И чтобы Ангелы сказали Да Баптизо Вот это баптизо Кстати я однажды Семинар с этими огурцами Тоже пример приводил Значит Баптистской церкви Первая баптистская церковь На бутылках В Рязани Вот там Старый мой товарищ Значит пастором Анатолий Редин Из старых баптистов Он Вот Чуть постарше меня И такой Ну очень там известный В Рязани человек Вот И я проводил семинар Рассказывал об этом И один вечер И второй вечер И потом он брал микрофон В конце уже После семинара И говорит Да Я говорит баптист Баптистыч баптистский Казалось бы Мой дед еще был пастором Значит И пресс-фитером баптистским И мой отец был баптистским пастором И я Уже всю жизнь Баптистский пастор Но я понял Я еще не до конца баптист еще Мне нужно Мне до баптиста еще Как до пекина Вот это да Зацепил его за живое Пример с огурцами А там еще порезали огурчики Так вот Хозяйки там взяли Порезали И раздавали Чтобы Как бы Ну Дошло лучше Вот Хорошая иллюстрация была Кстати Ну ладно Друзья Говоря о церкви Много всякого И И смех и грех Всякое в церкви было Всякое в истории христианства было Но Давайте Мы сейчас завершаем Первый урок Да уже Да Запомним следующее Рождение церкви Божьей Исторически По датам 30-й год нашей эры Потому что исторически Рождество Иисуса Было чуть пораньше Чем это принято считать Официально На 3,5 года получается Ну об этом есть Отдельные вычисления Библейские Исторические Которые подтверждают это Вот И в 30-м году нашей эры Совершилось вот это вот Рождение церкви Божьей Ровно через 40 лет В 70-м году Храм был разрушен Второй храм Вот И С того момента Можно Смело Писать Началась история Третьего храма Хотя Она Была еще чуть раньше Можно сказать Предыстория Но уже история Третьего храма Храм Святой В Господе Который Из живых камней Вечный И Этот храм Третий уже Ни один Окупант уже Не разрушит Этот храм Вечный Первые храмы И передвижной Переносной И Вот те Стационарные Два храма Они были лишь Парообразами Вот этого Истинного Божьего храма Который Из живых камней Который вечный В Господе Храм Слава Господу И История Развития Церкви Первых 300 лет Отметим тоже себе Первых 300 лет История Церкви Это был Так называемый Римский период Или раннее христианство Раннее христианство Там В этот период Наши С вами Старшие Братья И сестры Работали Чаще всего Служили Господу В условиях Конспирации В условиях Подполья Нет хорошей жизни Конечно Потому что Чаще всего Церковь была гонима В этот период Времени Чаще всего Нас преследовали В то время Вот И наши Старшие Братья И сестры В то время Порой Не только Жизнью Но даже И смертью Своей Проставляли Господа Вот Пред лицом Палачей И Удивительная история Что За 300 лет Несмотря на Такие гонения Репрессии Когда В начале 4 столетия Свобода Пришла Для христиан Такая уже Полная свобода И большинство Христиан Как считается Легализовалось Большинство Христианских Общин Церквей В городах По крайней мере Точно Вот Так вот Среди горожан Выяснилось До 10% Населения Были христиане Представляете Это в условиях Подполья Несмотря на Гонения Несмотря на Репрессии То есть Церковь Действительно Совершила Победоносный Путь Определенный В этот период Времени Слава Богу И Не только Среди Бедноты Среди Рабоче-христианского Сословия Нет И среди Всадники Тогдашние Даже Сенаторы То есть Богатые люди Даже В домах Даже Даже в доме Императорском Будем так говорить Находились Христиане Вот Так что Там КГБ с Моссадом И ЦРО отдыхают Христианство Проникло Даже В Царские Дворцы Вот Так вот И Евангелие Это о чем Говорит нам О том Что Действительно Церковь Она Сверх Естественна Церковь Это Тело Христа Которое Не знает Никаких Преград Никаких Уз Никаких Даже Наоборот Даже Наоборот В истории Мы видим Когда Чем больше Довели Нас Тем сильнее Мы становились Крепче И распространялись Больше Быстрее Как правило Все миссии Начиная С деяний Апостольских Мы читаем Они Становились Успешными Как раз В момент Гонений Или же С началом Гонений Так что В этом есть Такая своя наука Да И Говоря о раннем Христианстве Конечно Церковь Распространилась Но Были уже И определенные Такие Беды В Церкви Тенденции Такие Очень опасные Разделения Вообще Течений Было очень много Некоторые люди Представляют себе Христианство Вышедшее из подполья Тогда В 4 веке Каким-то таким Более-менее Однородным Нет Это не так Далеко не так Это совсем не так Даже Это совсем не так Потому что Зарегистрировалось Официально В то время Свыше 100 Разных союзов Церквей Автокефалии Свыше 100 Официально Это при Константине И при его сыновьях Впоследствии Свыше 100 Разных союзов Притом Многие имели Свою определенную Теологию Свои воззрения Свои традиции И в общем-то Свои даже Свои авторитеты Определенные Хотя В целом Больше или меньше Большинство из этих Церквей Они имели Согласие В большинстве Своё Вот Но свыше 100 Союзов Разных Которые Не подчинялись Друг другу Были самостоятельны И финансово И административно И даже вероучительно И обрядово Богослуженно Там большая разница Между Испанскими И итальянскими Допустим Были епископами Или африканскими И малазиатскими Там были даже Ну даже Очень серьезные конфликты Порой Споры Разногласия То есть Христианство Изначально Было очень разным И это Не проклятие Хотя Надо это проклятием Являть Иногда Но чаще Это благословение Потому что Действительно Бог нас создал Очень разными Изначально Очень разными Непохожими Друг на друга И опыт познания Бога У нас Порой Действительно Очень Ну Отличается Да и Разные культуры Конечно Определенные И Начиная С 313 года Как вот считается Официально С 313 года С того самого Письма Которые Подписали Два императора Сразу Константин И Ликиний Один был На западе Константин На востоке Был Ликиний Но они Родня Родная сестра Константина Констанция Была замужем За Ликинием Вот Ликиний Был на востоке Императором Константин Был на западе И вот В Италии В городе Милане Они подписали Совместное письмо К своим подданным Впоследствии Назвали это Законом даже Миланский Эдикт Назвали 313 год И В этом Эдикте В истории Христианства С этого Эдикта История Христианства Она пошла Совсем Ну По другому Дело в том Что В этом Эдикте Христианство Объявлялось Одной Из государственных Религий Абсолютно Свободной Легальной Открытой И не то Чтобы Терпимой А даже Имеющий Доступ Даже К бюджету До того Чаще всего Она была В списках Христианства Чаще всего Было В списках Гонимых Религий Чаще всего Иногда Некоторые Императоры Правда Помещали Христианство В список Терпимых Религий Допустимых То есть Не преследовали Не надо считать Что все Императоры До Константина Или Киния Они все Были Гонителями Нет Некоторые Даже были Благосклонны Христианам Некоторых Даже Подозревают Чуть ли не В самом Христианстве Александр Север Допустим В третьем Столетии Был такой В 222 году Уникальная Личность Католические Богословы Допустим Историки Католические Даже называют Его Тайным Христианином Порой Его мама Ее подозревали Александр Александр Север Из рода Северов Философ Такой Мудрец И Его жену Называют Христианкой Известно Что она Посещала Собрания Христиан Его мама Посещала Собрания Христиан И При его Дворце Жили Христианские Епископы Легально Открыто Публично Он читал Открыто Евангелие Христианские Послания Послания Апостола Павла Кремлина Было у него В списках И Даже Один из Текстов Евангельских Он Приказал У себя В дворце Другие историки Пишут Что Не один Текст Но По крайней мере Один текст Точно Входили все И выходили В виде Надпись Следующую И как хотите Чтобы с вами Поступали люди Так и вы Поступайте с ними И он избрал Это девизом Своего царства И его называют Таким Тайным христианином Он себя официально Не оглашал христианином Никогда Но При нем Не было и гонений Однозначно Больше того Даже Строились Христиане Строили официально Ну Открыто Свои здания Проводили Богослужения Даже в столице Даже в Риме Даже в Риме Когда там Там каждый клочок земли Представляете Да какой был Дорогой Вот И там был участок земли На который претендовал Один из местных олигархов Вот И Одна из Католических Религий Значит По-моему Метроисты Метроисты По-моему Они претендовали То есть Одна из религий Претендовала Католические Вселенские Универсальные Потому что Римские императоры Начиная с Юлия Цезаря Себя называли Католическими императорами То есть Императорами всей вселенной И вот Основные государственные религии Они имели статус Католической религии Поэтому Все Подданные Которые Входили в культ Этих католических религий Они назывались Официально католики То есть Немного Странно сейчас звучит Но как бы так было Вот И При Александре Севере Этот участок земли Как ни странно Распоряжением императора Был передан Христианам И христиане там построили здание Совершали там Богослужения Правда Римляне были разочарованы В христианстве Поначалу Приходили многие Интересовались Надо же Гонимая Религия 200 лет их гнали И Они Как бы Сохранились Вот Значит И Считали Одной из иудейских сект В то время христианства Чаще всего Вот И Хотя римские христиане Чаще всего Открещивались уже От еврейства И Хотя римлянам Написано было Что Как бы Ну Чтобы мы не плевали В колодец Которого сами же пьем Вот И не гордились Привитые ветви Перед природными ветвями Вот Боялись Но Писано было Давно За 200 лет Забыто Видимо было Большинство христиан Римских уже Гордились И не боялись И в общем-то Превозносились Ну к сожалению Получилось все по-другому Совсем Не как Павел предупреждал Вот По-другому Сценарий Все Вот И Но все равно Обыватели Римские Приходили В эти собрания Но Чаще всего Разочаровывались Потому что Знаете ли У христиан Ничего не находили Из того Что Римляне Назвали бы Словом Ролигары Религия Да Почему Потому что Не было Ни богов Изображения Не было Это сейчас В храм зайдешь Допустим Даже порой Протестантскую церковь Допустим Да Зайдешь Там и Иисус изображен Там еще кто-то Крест там стоит Там что-то еще Ну напоминание О религии Какое-то есть Вот Но в то время Не было никакого Напоминания О религии Абсолютно Только лишь Тексты Писались Из писаний На стенах И все Как бы Значит Ну и свиток Писания Как бы Значит Больше ничего Еще больше Убеждала Значит Обывателей В том что Гнали Это неспроста Их Считали Дело в том что Первых 300 лет Чаще всего Судьи Судили христиан Ну по разным статьям Судили Официально Не за веру Официально За 300 лет первых Никого по сути За религию И не казнили Вот Единицы Лишь пострадали Именно конкретно За Христа Непосредственно За Христа За имя Христа А чаще всего Гнали Как политических Преступников Как террористов Экстремистов Как сейчас Допустим Происходит в России Допустим Ну страшная история Вот Мне просто стыдно Что в наши дни 21 век Когда космические корабли Уже Вороздят просторы Вселенной Да Вот Такое Средневековое Такое Мировоззрение Ну ладно Вот А в древности Да Так осмотрели на христиан Как на вот Невыполнителей законов Хотя Христианские Апологеты Тертулиан Допустим Писал Что Ну Может перегнул палку В чем-то Но он писал так Что Примерно Обращаясь к римскому народу И к сенату Что мы Христиане Единственные Кто правильно Платим налоги В стране В империи Он писал так Представляете Мы единственные Сословие Как бы И как бы Общество Которое Вот Ну как бы Он как бы В ипологиях своих В ипологетике Он как бы Пытался Возвать к совести К уму Евреи Значит Римского Римского народа За что Вы нас гоните Как бы Мы порядочные Граждане Мы платим Налоги Вообще Хорошо В отличие От вас Всех Остальных Вот Значит И Да Интересно Хорошо Давайте Перерыв И потом Продолжим Вы меня Останавливайте Потому что Я могу